В Мексике жители пограничных США населенных пунктов готовятся к началу строительства стены. Как пишут американские СМИ, на ее возведение уйдет минимум два года. Стоимость проекта по разным оценкам от 15 до 40 миллиардов долларов. Как обещал перед выборами Дональд Трамп, стена остановит поток нелегальных мигрантов, а Мехико возместит все затраты. О том, как может измениться жизнь людей по обе стороны сооружения, корреспондент программы «Международное обозрение» Дмитрий Вершинин. Два с половиной километра пешком от ближайшей парковки по грязи и песку вдоль океана. По пути знаки, предупреждающие о гремучих змеях. Но мы надеемся, что в феврале они спят. Это путь к парку дружбы, единственное место встреч на границе США и Мексики. Великая американская стена будет начинаться отсюда, с этого живописного пляжа к югу от Сан-Диего. Вот там, по заборам, это Тихуана, это уже Мексика. Каждую неделю 2-3 человека погибают в попытках оплыть вокруг стены, либо перепрыгнуть через неё. Этот забор построили в начале 80-х. Каждую декаду его повышали, укрепляли, потом построили вторую стену. И в конце концов уплотнили решётку так, чтобы люди не могли передавать друг другу еду или наркотики. Единственное, что они могут сделать, это коснуться друг друга кончиками пальцев. Они не могут обняться или пожать руки. Я убедил пограничников 4 раза в год открывать аварийную дверь, чтобы дети могли обнять депортированных родителей, зачастую впервые в жизни. Энрике Моронес называет себя «приграничным ангелом». Он помогает семьям, которых разлучили. Он упрашивает пограничников позволить детям обнять родителей. Иногда в последний раз. Это место, где встречаются семьи. Они не могут пересекать границу ни в одном направлении. И часто люди приходят прощаться друг с другом. Несколько случаев, когда люди приезжали на коляске, потому что они вот-вот умрут от рака и от старости. Или внуки встречались со своими бабушками, дедушками и вы. С американской стороны парк открыт только по утрам субботы и воскресенья. Здесь нельзя снимать, нельзя фотографировать. Вокруг люди с автоматами. По ту сторону забора льется вино и живая музыка. Когда мы пытались снять это интервью, внедорожник с агентами был возле нас через 30 секунд. Запрещено федеральная собственность. Но мой оператор Ричард смог снять несколько кадров. А я поговорил с депортированной мексиканкой. Она вместе со своей семьей не может вернуться в Штаты. Я не могу вернуться, поэтому прихожу сюда. Ее кузяны Тони и Анхель живут в Сан-Диего. У обоих грин-карты. Раньше они без проблем ездили в Мексику. Но сейчас боятся, что их могут не пустить обратно в страну без объяснения причин. Я вроде как законно живу в Штатах и путешествовать могу, но страшно. Этот президент плохой, расист. Я не знаю, как его избрали. Участок стены для 0,60. Мир обошелся наглопотельщикам в 2 миллиона долларов. Сейчас стена построена хаотично на разных участках границы. Достройка, по мнению Трампа, будет стоить 8-12 миллиардов. По оценкам экспертов, 40. Там, на другой стороне, уже Мексика. А на тех холмах круглосуточно дежурят патрули. Люди по обе стороны границы обеспокоены решениями Трампа. Сторонников в строительстве стены немного. Но участники этого молодежного радиошоу нашли выгоду от большой стройки. Будет много рабочих мест. Будут нужны люди на стройке. Каменьщики, компатики и кто там еще. Пропускной пункт Сан-Исидро, самый оживленный на границе. По выходным тысячи мексиканцев едут домой заработков. Тысячи американцев едут в Мексику лечить зубы, делать пластику и ремонтировать машины. Любой сервис в Тихуане стоит в 10 раз дешевле, чем Сан-Диего. При одинаковом качестве. Поэтому эскалация отношений с соседом больно ударит по карманам людей по обе стороны стены. Дмитрий Вершинин. Граница США-Мексики. Сан-Диего-Калифорния. Специально для международного обозрения.